Запах блинов, горячий чай, много-много музыки, танцев и конкурсов. В спортивном центре «Дельфин» умеют сделать праздник незабываемым. На этот раз наша съемочная группа попала в самый эпицентр масленичных гуляний. Наш корреспондент Олег Федоров отведал блинчиков, а сейчас расскажет о празднике. Внимание на экран! Три, четыре, пять! Поехали! 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 Конечно, масленица в спортивном центре «Дельфин» началась не с перетягивания каната. Но если посмотреть чуть глубже, именно это состязание можно назвать главным на прошедших выходных. Кто перетянет или чья возьмет? Зима, которая совсем не хочет уходить, судя по погоде, или весна, которой мы так заждались? Вот и Влад Маркин, ученик седьмой школы, уже не против проводить зиму. Я думаю, то, что лучше бы ушла. Да, хочется уже быстрее весну. Педагоги и тренеры в этот день превратились в сказочных персонажей. Судя по задорным танцам и настроению ребятни, перевоплощение им удалось. Лично мне это доставляет огромное удовольствие. Я даже иногда обижаюсь, если мне не достается в каком-то мероприятии, в творческом мероприятии, не только в спортивном, а в творческом мероприятии в центре «Дельфин» роли. Я готова и согласна на любую, даже самую маленькую роль. Сотрудники бассейна «Дельфин» уже давно приучили горожан к театрализованным постановкам. И с года в год здесь проходят спектакли на воде, новогодние представления. Масленица – один из самых любимых праздников детворы. Очень весело, конкурсы, скоморохи, леши, и потом угощают в конце. Угощают здесь действительно на славу. Баранки, печенье, горячий чай, ну и, конечно же, блины. Куда ж без них? Берите, кто не брал еще. С вопросом, а зачем нужны такие праздники спортивному центру, где должны готовить чемпионов, мы обратились к главному режиссеру, а точнее к директору бассейна «Дельфин». Это какое-то вот такое единение. Я думаю, это все то, что как раз президент Российской Федерации хочет. Так, чтобы дети были здоровы, чтобы люди были здоровы. И у них был здоровый дух. Для этого нужны эти мероприятия. Кульминацией праздника, безусловно, стало сожжение чучела. Признаться, горело оно долго. И среди присутствующих пошел слушок, что зима не хочет уходить. Но в театрализованном представлении весна пришла. И была красна. А вот как будет на самом деле, поживем-увидим. Олег Федоров, Елена Бабина, Елена Кошелева. Видное ТВ.